После снегопада полигон Красный Бор выглядит чистым полем, но такая белизна обманчива. В этих хранилищах находится около 2 миллионов тонн токсичных отходов, которые свозились сюда в течение 45 лет со всей России. Выходишь на улицу, а дышать просто нечем. Ну что-то где-то горит там за лесом. Люди гуляли, дети гуляли, а ночью у моего сына он пришел весь в пузырях в крапивнице. У меня шок такой был, я не знала, что делать. Ирина Ткачева называет себя ровесницей полигона Красный Бор. Она хорошо помнит, чем здесь пахло еще несколько лет назад. Говорит, соседство с ядовитыми химикатами жители ощущали постоянно, пока полигон в 2014-м не прекратил принимать отходы и не начал рекультивацию. Сквозь снег видно, что вот лежат отходы? Да, это органические отходы, преимущественно нефтесодержащие. Они несут опасность для окружающей среды? Несут, безусловно, но в том случае, если они попадут за пределы полигона. За почти полвека в Красном Бору всего в 40 километрах от Санкт-Петербурга накопилось 70 глиняных котлованов или карт с ядовитыми отходами. 65 из них уже рекультивировали. Остаются еще 5 котлованов глубиной до 20 метров. В них содержится около 450 тысяч тонн жидких промышленных отходов, так называемого первого-второго класса, то есть самых токсичных. Но в силу злых 90-х годов несовершенства технологий и туда и туда попадали смешанные отходы, зачастую привозили смешанные отходы и сливались они уже. Почему сложность в ликвидации полигона, в рекультивации? В том, что нет единой технологии, нет единого прибора или установки, которая взяла бы и все очистила. Нужно будет под каждый слой подбирать, скорее всего, свою технологию, свои рецептуры. Привести Красный Бор в порядок планируется в ближайшие годы. Утилизировать и переработать накопленное наследие поручено Росрау и планируется осуществить в рамках национального проекта «Экология», который реализует Минприроды России. Красный Бор – это действительно сложная задача. Эту болевую точку на экологической карте страны закрыть в отдельном федеральном проекте «Чистая страна». Будет предусмотрено финансирование на текущее содержание казенного учреждения, которое поддерживает в безопасном состоянии этот полигон. И будут предусмотрены средства на выполнение работ по ликвидации этого накопленного вреда и по необходимой рекультивации. Полигон Красный Бор – это как раз один из ярких примеров неверного обращения с промышленными отходами. Мы планируем создать команду из ведущих зарубежных и отечественных специалистов в этой области. Решения подобных задач в мире не было. Ежегодно в России образуется около 400 тысяч тонн отходов первого и второго класса. Перерабатывают пока лишь 2% от этого объема. Так что велика вероятность появления новых полигонов, подобных Красному Бору. Если в срочном порядке не создать новые современные мощности по переработке и не организовать единую систему по сбору и транспортировке опасных отходов, как это делают, например, в Австрии, где перерабатывают более 90% мусора. Вена – один из немногих городов Европы, где заводы по утилизации отходов стоят в центре города. Стратегически цель правительства Австрии – добиться высоких показателей по технологии. Наша цель – ноль отходов. Органические и неорганические стоки, кислоты, щелочи, даже ртуть, содержащие отходы – все это на подобных современных заводах в Европе не просто перерабатывают без вреда для окружающей среды, но и получают при этом тепло и электроэнергию, или выделяют ценные металлы, которые затем можно использовать вновь. Источником опасных токсичных отходов принято считать промышленность. Но по статистике не менее значительный вклад в общую картину загрязнения во всем мире вносит обычный бытовой мусор. На каждой батарейке есть вот такой знак перечеркнутой урны. Это значит, что выбрасывать элемент питания в мусор запрещено. И тем не менее их легко найти на любой свалке. А ведь по данным экологов, одна такая батарейка разлагаясь отравляет тяжелыми металлами 20 квадратных метров почвы и до 400 литров воды. Батарейки – это второй класс каталоги отходов и настоящая кладезь ценных для промышленности химических элементов. Но в России заводов для их переработки сейчас единицы. На это предприятие в Челябинске в год поступает около 400 тонн батареек. Владимир Мацук признается, что изначально цель стояла в 5000 тонн. Но как собрать ценное сырье? Большинство россиян до сих пор считают батарейки мусором. По статистике, лишь один человек из 30 собирает и сдает их на переработку. У нас большая семья, поэтому батареек бывает много. Но 2-3 раза в год мы сюда приносим большую обычную сумку с батарейками. Думаю, что это здорово, что есть такие места, где можно это сделать. Зарубежная практика говорит, что это достаточно длинный путь. На сегодня лучшая собираемость в мире порядка 58% в Бельгии, если я не ошибаюсь. То есть меньше 60%. И это больше 20 лет работы систематически, плановой, по наращиванию сбора. Основную часть выделить и принести на соответствующие точки должны мы с вами. Как объяснять, показывать, рассказывать, чтобы человек, который уже занес руку над мусорным ведром, чтобы разжать пальцы и опустить туда пальчиковую батарейку, на секунду задумался, не положить ли этот маленький предмет себе в карман и не бросить ли его в специальное место. Конечно, большие надежды возлагаем на школы, на общеобразовательные учреждения, где можно ставить такие боксы, на общественные организации, на ритейл, на магазины. Специальные контейнеры для сбора опасных отходов в России можно увидеть все чаще. Сборы, доставку батареек или ртутных ламп на заводы все чаще организуют ритейлеры. Прогресс есть, но пока для такой большой страны не очень значительный. В моменты запуска проекта, то есть это год, собрали отработанных батареек около двух тонн. В следующем году мы хотим удвоить эту цифру, мы хотим собрать 4 тонны батареек. И это примерно 135 тысяч штук, и это 10% от того объема, который мы продаем. Вот из этой марганцево-цинковой батарейки, которую мы нашли на свалке, после переработки получат три компонента. Железо, цинк и диоксид марганца. Из железа в будущем могут произвести столовые приборы. Из цинка лакокрасочные материалы, а из диоксида марганца керамическую плитку для городских улиц. Это еще одно, пока редкое для России предприятие. В городе Слансы перерабатывают автомобильные аккумуляторы. В год более 20 тысяч тонн. На предприятии можно находиться только в специальной маске, чтобы не надышаться пылью свинца, которые образуются от переработки аккумуляторов. Но для окружающей среды переработка совершенно безопасна. Благодаря вот этим вот фильтрам вся пыль остается на предприятии. Происходит у нас полная утилизация батареи, переработка аккумуляторных батарей из второго класса опасности в четвертый класс опасности отходов. То есть у нас отходы получается шлак металлургический. То есть получаем готовую продукцию в виде чистого свинца, сульфата натрия и полипропилен вторичный. Сейчас предприятие загружено лишь на 70%. Аккумуляторы приходится закупать. Некоторым производителям выгоднее продавать отработанное оборудование так называемым черным утилизаторам, которые могут предложить цену выше, но при этом не платят налоги в казну и не заботятся об экологичности утилизации. Недобросовестные организации собирают эти отходы якобы для переработки перевозят на другое место и дальше, фактически получив за это уже средства финансовые, они их либо закапывают, либо сливают, либо где-то оставляют на старых вам площадках. Получается, аккумуляторы, это является отходом второго класса опасности. Если мы законодательно это все сделаем, то наше предприятие загрузится все на 100%. Загрузить предприятие по переработке на 100%, создать новые производства, переработать накопленный за много лет промышленный мусор. В рамках нацпроекта «Экология» для реализации и этой масштабной задачи единым федеральным оператором по обращению с отходами первого и второго классов России выбрано Росрау, одно из предприятий Росатома. Все данные об отходах будут собираться в единую государственную информационную систему. Задача построения по всей стране системы для обращения с отходами особо опасными, создание соответствующих перерабатывающих мощностей, получение информации о том, как эти отходы образуются и создание оптимальной схемы их транспортировки, места переработки и, соответственно, утилизации. Цикличная экономика. Больше никаких резервуаров с токсичными отходами, плюс новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. В создании фактически новой отрасли в России планируется в ближайшие годы вложить более 36 миллиардов рублей. Больше половины из этой суммы из внебюджетных источников. Превратить первые партии опасных отходов в безопасное и полезное сырье федеральный оператор должен уже в 2022 году.